И все привет ребят, с вами Строманка, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня у нас на повестке дня обзор новой рельсы на дальность с замечательным дроном кемпер, относительно недавно я записывал видос с ареса рельсой с крупнокалиберными снарядами и с дроном кемпер, вы набрали очень и очень хорошую активность под тем видеороликом, ну а я сказал, что если у нас активность хорошая наберется, то в ближайшее время выйдет видос с рельсами. И с этим самым замечательным дроном кемпер, посмотрим как проявит себя эта замечательная комбинация, играть я буду также дополнительно на викинге, ну и посмотрим насколько большой киллов на этой комбинации я смогу дать за одну матчмейкинговую катку, берем сейчас дефолтный резист в мм, который у нас немножко поменялся, ну и стараемся реализовать нашу комбинацию. Ну а вы, конечно же, не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и конечно же не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш по моему личному тегу, который можно найти в настройках игры в аккаунте, кемо личный тег это тег ТМП. Розыгрыш на 1 миллион кристаллов и на 30 матью тысяч танкоинов, обязательно участвуйте в этом розыгрыше, оформляйте какие-то покупочки, спускайтесь в описании, заполняйте форму и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. Ну а я отправляюсь в бой, пикаю быстрый, что предложит матчмейкинг, то есть сыграем, если будет какая-нибудь маленькая карта, то мы ее, конечно же, перепикнем, постараемся подобрать более удачную карту для нашего вооружения, где можно будет постоять покемпить, ну и где у нас в теории должен открыться шанс на четкую реализацию нашего кемпера. Хорошая карта, сразу со старту и смотрим теперь на цифры урончика, смотрим сколько мы сможем залепливать с нашим замечательным кемпером. Ну и насколько эффективно все у нас дело реализуется, на пармочке это точно должно работать. Так, повышенная критовочка у нас есть, по 3000 урона с кемпера, бэм, по идее должно быть больше. Я, конечно, не эксперт, но по идее должно быть больше. По идее маловато. Так, 5600, 5600. А с кризиса у нас сколько летит с этой рельсы? С этой рельсы с кризиса мне кажется, что у нас летит в максималке как раз таки по 5000, нет? Если я не ошибаюсь. Так, ну ладно, может быть критовая не залетала рельсочка. Оп, мне очень вкусно сбивают расходку. Ай-яй-яй, вкусно только. Не хотел я видеть перед собой твинца. Так, 6 киллов у нас уже со стартом. В принципе, пойдет, в принципе, пойдет. Будем также пробовать реализовать наши оуди. Так, 5600 в упоре с крита. Хороший урончик. Так, ну и вообще в упоре мне особо нежелательно здесь стрелять. Мне надо расстояние ловить. Расстояние. Так, главное еще попадать. Анимазы здесь. Ой, что за лаги сервера? Не понял я прикола. Так, хорош. Опачки, шестерочка с рельсы. Шестерочка, неплохо, пойдете. Только я вот единственная особо сильная разница не вижу между этой рельсой и рельсой с кризисом. Да, по урону, по ощущениям плюс-минус то же самое. Так, наш тиммейт вывозит. Блин, не хотел его, если честно, блочить. Получилось. Так, просто получилось. Так, тдшка сейчас появится. Включим дд. И потом прожмем дополнительную аптечку, чтобы у нас был повышенный урон. Так, по вот этому бы молодому крита. Ай, по тысяче маловато. Очень мало так. Разводку. Разводку и 5600 по резисту с крита. Ну, крит как бы убирает рез. 2000 еще по резисту. Сколько у нас вообще резов? Два реза от рельсы. Два реза от рельсочки в этом бою. Так, ну и у меня появляется овердрайв. Жмем оверку, дабы подстраховать нашу команду. Там еще кто-то есть, нету? Вроде как нету. Отлично. Левую зону чистим. Так, ну и у меня уже въезжают здесь ребята. По ощущениям мы сейчас вместе с вами полетим на респаун. Аптечки у меня нету. Ну ладно, давайте пробуем жить. Выбиваем еще одного молодого перед собой. Так, ну и у меня уже 17 килов. 17 килов на кемпере. Пока что все выглядит очень даже неплохо. Так, аптечка есть. Сейв по хп есть. Так, ну и теперь накидочка только. Теперь нас только интересует плотная накидочка. Так, хантер прокатывается. Попробуем его слить. Отлично. Урончик залетает. Так, и наши тиммейты доставляют уже второй флаг. Досрочки супербыстрые, я так понимаю, что в этой катке не будет. Это то, что нам и надо. Справа падает Оуди. Может быть попробовать выдвинуться на этот овердрайв. Ну ладно, не буду. Далековато ехать. Плюс там еще дополнительно урона. Я все-таки на кемпере лучше покидаю чуть-чуть. Пички вкусные. Так, ДДшка появляется. Кемпер, кстати, в этой катке пока что реализуется на свой максимум. Да. Пока что у нас, ну, прям на постоянной основе есть. Да. И вот по 3000 урона у нас четко по троечке залетает. 6000. Если, например, у нас с... С как раз таки кризиса не хватает этого урона с ДДшки, то здесь урона хватает, чтобы ваншотать средний танк. Да. Там вылетает, если я не ошибаюсь, 2500. Здесь вылетает 3000. Да. И это уже очень хорошо. Да. То есть у вас есть возможность ваншота среднего танка на броне. Это очень неплохая темочка. Так. Ну и пока меня вообще никто особо не смотрит. 2800 залетают по молодому. Не знаю, что у него там резист есть или нет. 3000 на добавке. А, у него просто критовый выстрел, а у него броник фуловый. Да, я так понимаю. Так бы я бы его... Должен был бы ваншотать. Так, появляется у меня оверка. Надо попробовать как-то овердрайв реализовать. Пичку 6000 вкусную даем. Так. И давайте, наверное, запушим правую зону. Постараемся по респу противника реализовать наш овердрайв. Да, сделаем такой агрессивный супер мув. Ага, понял. Агрессию, походу, сейчас мою пресекут. Хотя... Ладно, пробуем. Ой-ой-ой, как же неудачно овердрайв Ареса прожался. Но выходил я на очень хорошую позицию. Прям мега хорошую. С той позиции можно было прям очень не кисло накидать. Так, есть овердрайв снизу. Но ехать ли мне за ним? Вот в чем вопрос. Давайте попробуем забрать. Все-таки я свой овердрайв полностью профукал. Поэтому попробую забрать эту оверку. Откатиться. Если мне сейчас тут фулл сводка не залетит. Не, вроде как не летит. Так, есть у меня аптечка, которую я пока что прожимать не буду. А прожму аптеку тогда, когда выйду на позицию вкусную. А вот есть еще дроповая аптечка. Сыграем через дроповую аптеку. Так, даем на 3,5 тычку. Так, тут тоже молодой на кемпере. Аптечку пока что не жмем. А, ну и ладно. В принципе, слились, слились. 3-4 кила у нас! Нифига себе! Очень неплохо. Очень неплохо. Так, левый респ. И противник здесь тоже слева делает скидочку. Я вжимаю оуди, потому что есть шанс. У нашего тиммейта вернуть 9000 урона с рельсы. Сейчас только что вылетело. 9, мать его, 1000 урона. Так, здесь за счет нулевого я, конечно, не успеваю уже. Так, наши тиммейты врываются. Со сулендра. Возврат есть, да? Да, возвратик есть. Подпушинг тоже есть. С кемпером, конечно, пушить респы. Такое себе дело. Еще и на рельсе на дальность. Но здесь позиция очень хорошая. Поэтому чуть-чуть постоим, чуть покидаем. Ну, это больше уж был под возврат. Поэтому сейчас сольемся и встанем на позиционку. 39 киллов. Очень хороший результат. Великолепный результат, я бы сказал. При том, что у нас полбоя уже прошло. Да, и наши тиммейты доставляют уже шестой флажочек. Шестой. 6000 урона еще на добавку. Наш тиммейт везет уже еще один флаг. Не хотелось бы мне, конечно, супербыструю досрочку здесь видеть. Потому что все-таки чуть-чуть маловато, наверное, мы поиграли. Но в целом, в целом, выглядит очень и очень неплохо. Прожимаем аптечку. Стараемся здесь чуть-чуть пожить. У меня уже 0 хп. Ладно, сделаем скидочку под тиммейта. Ну и меня сливают. 44 килла за полбоя. Шикарный результат. Просто шикарный результат для кемпера на основных аккаунтах. Я считаю, что это прям мега круто. На такой карте иметь такое количество киллов. И я еще хочу посмотреть характеристики на Википедии. Зайдем на Википедию после этой катки. А, вернее, не на Википедию. Просто в гараже посмотрим, сколько у нас там урона плюсом с кемпера дополнительно по процентам. А сколько у нас дополнительно с кризиса идет. То есть, насколько вообще эта рельса с кемпером ценится, если жить. Но там был хороший, очень хороший был момент, когда мы долго пожили. 45 киллов. Лаг сервера очередной происходит. Я представляю, насколько сейчас серьезно забомбил наш тиммейт, когда у него флаг просто скинулся. Так, ну а я пытаюсь отъехать на позицию. Пока фулл хп есть. Пока никто по мне даже тычки не дал. Просто по троечке вкусный летит. Блин, ну эти ваншоты это очень сильно. Это мега сильно. 6 тысяч с одной рельсы. Просто по 6. По 6 тысяч. Но с овердрайва здесь может девятка залетать. Просто девятка может с оверки лететь. Я просто уже довольно быстро пытаюсь раздаться. Пятерка. Пятерка без ддшки. 53 килла. Шикарно. Очень шикарно. Очень шикарно. Просто на викинге еще. Можно юзать эту рельсу на кемпере с аресом. Мне она тоже понравилась. Я на бездонате такую темку практикую. Но на викинге тоже смотрится очень и очень круто. Так. И насчет урона. Теперь посмотрим. Что у нас с уроном. Насколько меньше его с кризисом, чем у кемпера. У кемпера дополнительный бонусный урон 100%. То есть в 2 раза больше урона наносит. А у кризиса 60%. Но 60% на постоянной основе. А на кемпере 100%. Но только когда у вас фулл хп. Но это единственный. Единственный дрон. У бустера кстати сколько? У бустера бонусный 20%. Это единственный дрон. С которым есть ваншот среднего ДАшного танка без резиста. Единственный. Да. С кризисом вы не ваншотните. Вы нанесете 2 с половой. С крита ваншотните. Даже резист. Но с крита ваншотните и на кемпере резист. А здесь без критического выстрела. С обычным ДДшным выстрелом по без резисту. Вы ваншотите средний танк. Это очень хороший бонус. И ни одно устройство. Не сделает подобного. На рельсе. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Да. Именно на постоянной основе. Там может быть с какой-нибудь дестабилизацией. Там залетает этот ваншот. Но он рандомен. И он не постоянен. А здесь с кемпером. Эта возможность имеется. Поэтому очень интересный выбор. Если у вас есть такая рельса. То обязательно попробуйте. Ее реализовать с кемпером. И самое главное. Что с кемпером. Не хаваются дополнительные припасы. Да. То есть если на других дронах. У вас улетают дополнительные припасы. То здесь припасы у вас. Дополнительные не уходят. Поэтому. Это вооружение. Становится еще более интересным. И еще более актуальным. Пишите что вы думаете. По поводу кемпера. Обязательно поддерживайте. Данное видос лайком. Если вам понравилось. Подписывайтесь на этот замечательный канал. Если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик. Добавляйте присоединяйте новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.